Тема сегодня системный подход. Я его записываю в лекцию, как обычно. К вечеру, может быть, я ее сверстаю, на ютюбе публикую. Системный подход. Понимается, понятно, что это. Будем, конечно, изучать этот системный подход в контексте процедуры проектирования программ. На первой лекции интерактивной мы разработали программу, моделирующую встывание, где нагреваемое встывание чайника. Кстати, я к ней в этой лекции для магистров записал лекцию по идентификации модели. Мы там коэффициент К вычисляли путем измерения самого процесса. Вы тоже посмотрите, я должен был кинуть, если нет, потом напишите, я снова кинул. Он где-то там в моем канале валяется. Когда мы программировали, мы использовали декомпозиционный подход. То есть мы сначала предполагали, что в микропроцессоре у нас есть инструкция, соответствующая нашей программе. То есть запуская эту инструкцию, микропроцессор полностью выполняет все, что мы хотим. Но реальность такова, что такой инструкции нет. Потом занимались тем, что мы декомпозировали задачу на отдельные функциональные блоки. То есть один блок занимался вводом информации. Мы дошли до моделирования вводимой информации пользователям. Потом последний блок занимался выводом информации на экран. Ну и центральный, собственно, моделированием численным методом мейлера мы вычисляли траекторию по карте. Значит, цель вот этой декомпозиции было как раз представление некоторого сложного объекта, под которым мы понимали программу моделирующую решающую задачу каши. На отдельные компоненты, на отдельные какие-то функциональные блоки. То есть в системном подходе. Сейчас я просто называю эти термины, я буду сразу фиксировать. А потом уже мы определениями займемся. То есть функциональный блок. То есть какие-то функциональные блоки, которые в своем взаимодействии нам можно один назвать, два, абстрактно так. Кондициональный блок. Вот они в своем взаимодействии формируют решение задачи. То есть каждый из них получается задачу решить не способен, а вот их взаимодействие создает вот эту систему. И система начинает... Вот у нас стрелки не обязательно будут в обе стороны. И не обязательно будут, но... Так вот, вот эта вот система, она во взаимодействии портает, его называют эмерджентное свойство или системное. Ну вот суть системного подхода заключается в том, что мы сложный объект делим вот эти блоки. Изучаем их взаимодействие на объекте. И потом строим модель. И ищем наличие вот этого бюджетного свойства. Ну тут мы еще по Википедии сейчас пошарились. И она обращает внимание на некоторые нюансы вот этого всего. В частности то, что... Ну вот эта аксиоматика интересная. Система существует? Системы... Ну понятно. Что значит существуют, да? Они объективно представимы в виде объектов. Ну... Пример такой системы, технической правда, он всегда приводит до самолета, да. То есть самолет состоит там из фюзеляжа, крыльев, шасси. Ну имеется ввиду то, что с колесами. Шасси обычный фюзеляж называется. Пилота, да. Беспилота. Ну, стюрдесы они не участвуют, собственно, в формировании энерджентного свойства. И так, да? То есть каждый... А, ну двигатель еще там хвостовое оперение. Так вот эти все отдельные функциональные блоки в этой системе, если их положить просто на поверхность земли, ни один из них летать не будет. Вот. Мы из них формируем систему. То есть собираем этот самолет. Туда усаживаем пилота, да. То есть... Ну там какая-то, понятно, программное обеспечение, занимающаяся тем, что она интерпретирует управляющие воздействия от пилота или там от автопилота, на конкретные действия с отдельными функциональными устройствами. То есть рулями высоты, элеронами, тягой двигателя и тому подобное. И вот эта вся совокупность функциональных блоков создает систему, способную уже летать, да? Несмотря на то, что масса самолета больше, масса воздуха в объеме этого самолета. Вот. Да, вот тут обращаясь внимание, что системы находятся в среде. Здесь входная и пятая информация, выходная информация. Системы своим существованием обязаны некоторые цели. То есть если цель существования этой системы не существует, то она разваливается обычно. Ну, кстати, пример сюда приводит какой-нибудь тоталитарное государство, типа Советского Союза, да. Да и вообще, как бы, организации, если у них есть конкретная цель, ну, например, вывод космического корабля в космос, да, то вокруг этой цели формируется система, ориентированная на реализацию этой цели. Как только цель исчезает, например, в 90-е годы, там, в середине двухтысячных, с большим трудом приходилось определять, куда, собственно, двигается Российская Федерация. И потом все начали понимать, что никуда им, и, соответственно, происходило некоторое разложение этого всего. Значит, системы также могут быть взаимосвязаны. Системы состоят из элементов, действующих вместе, как целое, являющихся, ну, это функциональные блоки, да, вот они. Любой элемент системы можно представить, как отдельную систему. Ну, да, есть такая методика декомпозиции, мы, наверное, тоже будем рассматривать. Хотя у меня есть запись такой лекции. С ADP называется Structural Analysis and Design Technique. Методика ориентирована на то, чтобы исследовать организационную структуру предприятия, там, или механизма. Она в достаточно простых терминах позволяет декомпозировать в среду некоторого функционального блока, да. Что на входе, что на выходе, какой механизм реализует функцию и при каких ограничениях. Вот эти функциональные блоки, они также декомпозируются на другие функциональные блоки. Да, мир выразим в понятии системного представления. Вот. Ну, тут вот еще можно посмотреть. Сокурность элементов, структура, процесс, функция, состояние. Ну, я когда системным подходом пользуюсь, я использую терминологию. Нас просто так учили. ОСИИСА. Она относится к области обработки информации. Open System Interconnection. International Standard Organization. Ну, вы наверняка встречались с этим понятием, когда изучали семиуровневую модель. Или не изучали, еще будете изучать. Семиуровневую модель сетевых технологий. Там, кстати, тоже системный подход присутствует. Значит, в программировании. В качестве функционального блока, соединительного программирования, в системе выявляется набор функций, связанных с какой-то общей целью, или с какими-то общими характеристиками. Ну, скажем, интерфейс торпеда, который в автомобиле называется. Так его можно как функциональный блоком, в принципе, представить. Это не совсем корректно. Задача этого функционального блока, как бы говоря, считывать управляющие воздействия водителя. И, там, трансформируя их через разные механизмы, преобразовывать в управляющее воздействие уже механизмов самого автомобиля. Ну, или, там, например, есть понятие движитель, да. То есть, это механизм, который позволяет, опять же, механизму, да, или машине. Машине в широком смысле. Что-то двигать или самой двигаться. Есть двигатель. То есть, по определению, двигатель — это механизм, преобразующий один вид энергии в другой вид энергии. Например, энергия от взрывов бензина. В поступательное движение, там, поршней, например. Вот. Программирование, ну, в принципе, тоже, да. Функциональный блок — это набор функций, выполняемых, там, программным обеспечением, или предполагаемый набор функций, которые она будет выполнять, но имеющие какие-то общие свойства, да. Вот. Вот это первое. Второе. Что нужно запомнить — это понятие интерфейс. Много бухнулся. Интерфейс — это стык между двумя функциональными блоками. Буквально, безусловно, по сидихам. Следующее понятие — это протокол. Это набор правил, ну, или просто правила обмена информацией через интерфейс. Теперь можете, если вы изучали HTTP, например, построить систему, да. сервер. Сервер. Ну, как пример системы. Сервер. Здесь у нас есть клиент. Правда, не совсем правильно. Сразу задавайте общее понятие. Пусть было бы написать так, что это у нас браузер. По-русски это просмотришь. Ну, а тут сервер, сервер так и остается. И вот клиент обращается к серверу по протоколу, согласно правилам протокола HTTP, HyperText Transfer Protocol. Ну, там версии, например, 1.0. Например, при помощи запроса GET. Я напишу просто GET, там на самом деле много еще чего есть. И в ответ мы получаем по этому же протоколу ответ, например, 200. ОК. Там заголовки идут, ну и сам текст пошел в странице. Вот это движение системного подхода для моделирования клиент серверного взаимодействия в рамках передачи гипритекстовой информации в интернет. Ну, тут надо еще обозначить, что там есть всякие IP-адреса, названия, конечное устройство. Но все это делается только вот до того уровня, который позволяет начать уже синтезом заниматься. Декомпозиционный подход, когда мы сверху у них программу проектируем, чем удобен мы можем. То есть если, как бы говоря, заказчик и исполнитель базовой схемы согласны, исполнитель уже может реализовывать некоторый вариант программы. Я тогда забыл сказать, что одно из положительных свойств декомпозиционного подхода состоит в том, что как только вы программу скомпилировали, у вас всегда есть, ну практически всегда, ну или как-то в идеале, у вас есть всегда работающая программа. Хоть как-то работающая. То есть если вдруг вы там что-то не успеваете, еще что-то, вы всегда можете показать. Посмотрите, у меня есть программа, на ней там всего лишь 10% функций реализованы в настоящий момент. Но вы можете уже попользоваться ими, посмотреть, как они работают, сделать некоторые замечания. А мы будем дальше заниматься специализацией уже тех или иных функций дальше. Да, история открытия системного подхода. Понятно, что на интуитивном уровне он довольно давно использовался. Но вот, так скажем, пропагандировать его стали как-то не странно биологи вначале. У меня по статье стран биологии занимаются биографией. Он рассказывал, что вот этот вот Карл Людвиг фон Талант Фи, один из основных положенников этого системного подхода, он анализировал процессы эволюции и, по сути, процессы эволюции, если у нас есть некоторое многоклеточное существо, так вот, чем совершеннее природные объекты, ну, там, животные, тем, получается, больше специализация внутри у них органов. Вот, оказывается. И он стал изучать, и оказывается, что вот именно организм, ну, совершенный, да, человеческий, например, он состоит из органов, которые у каждого из них есть некоторый ограниченный набор функций. Органы взаимодействуют друг с другом, ну, через гормоны в том числе, передают информацию. Такие же, кстати, взаимодействия последние 20 лет стали находить в микробиомах среди микробов. То есть они тоже передают грубую информацию через различные вещества. Организуют даже какие-то там атаки и так далее. Очень много, довольно интересно. И вот, я тут участвовал в проекте, не знаю, будет он продолжаться или нет, исследование микробиома озера Байкал при помощи секвенирования нового поколения. Вот одна из задач целевых, именно построить вот эту вот систему взаимодействующих, таксонов. Я так и специальный термин использую, конечно. Ну, таксоны, это просто вид, в самом деле, переводится один к одному. Ну, то есть различных видов микроорганизмов. То есть как они там друг друга едят, что они там поглощают, что там продуцируют, в общем, этим питают. В общем, как этот процесс сверху запускаемый или поддерживаемый солнечной радиацией, энергетический, да, вот идет внутри Байкала. Да, ну ладно, я уже отвлекся. Процитивный подход много можно рассказывать, поэтому практически везде используется. С крушением Советского Союза еще интересная такая тенденция прошла, так как считалось, что СССР это тоталитарное государство, да, то есть понятно, что этот системный подход был явным образом выражен, но в демократических странах или там в природных системах, например. Хотя природная система, она обычно тоже на тоталитарных принципах построена. В общем, вот есть интересный взгляд в вариант системного подхода, который называется ресурсный подход. Молодой достаточно человек, ему тогда лет пятьдесят пять было, ну, не по двадцать с чем-то. Судьи географии попросили прочитать как раз по ресурсному подходу. Вот здесь пример такой, что вот есть коровы, ну, и там лук какой-то, да, сейчас вот зеленым нарисую, сейчас некоторая поверхность, да, там трава растет, по траве ходят, и коров не смогу нарисовать там правильно, но все, там рогатая корова, она ходит, ест, соответственно, траву, ну, и удобряет почву. Так вот, элементы этой системы, экосистемы, да, за время эволюции, они друг другу подстроились, то есть, трава, функциональный блок, да, то есть, ее задача заключается в том, чтобы воспринимать солнечную радиацию, за счет хлорофилла, переводить его в питательные вещества, ну, и, короче говоря, расти за счет солнечного излучения, там, в почве находящихся, там, минеральных веществ, буквы ты обозначен, трава, и здесь коровы, может быть, трава без коровы, существовать, в принципе, может, да, трава, там, за счет секричности наших сезонов, да, то есть, приходит осень, она там умирает, потом, разлагается микробами, да, ну, опять микробы, да, тут появляется в системе, то есть, что-то должно разлагать вот это тело, травы, составляющий элемент для того, чтобы потом новое поколение травы могло расти, то же самое с коровами, то есть, если она без травы существовать точно не может, так как это живое существо, в живых существах шесть признаков, да, основных, один из них это обмен веществ, то есть, без обмена веществом корова жить не может, вот эти две, два элемента друг к другу, значит, приспособились, ну, бактерии можно, в принципе, сюда написать, это тоже коровы, бактерии, то есть, это царство растений, может так сказать, это будет царство животных, то есть, еще царство грибов, царство, правда, непонятно, живые или нет, вирусы, до сих пор не используют, ну, короче говоря, вот, суть ресурсного подхода в том, что, вот эти вот функциональные блоки, да, они должны выработать, некоторые свойства, позволяющие создавать, вот эти связи, то есть, трава, помимо того, что она там должна быть зеленая, или трава хлорофилл, она должна подстроиться к пищеварительной системе коровы, то есть, она должна быть для коровы вкусной, или, ну, вроде много чего интересного есть, орехи обладают свойством, они слабят организм животного, так, чтобы внутри организма орехи не переваривались, не находились долгое время, иначе просто они там переварятся, поединительные вороты, то есть, вот, вот эта вот адаптация, она сама по себе, как бы, вот, именно адаптация свойств, этих функциональных блоков, приводит к тому, что, из отдельных, может быть, незнакомых, друг другом, этих функциональных блоков, появляются новые связи, как вот, в этом, или в прошлом году, начали в Якутию перевозить, канадских бизонов, да, заселяют, то есть, вот, канадские бизоны, у них там, наверняка, какие-нибудь свои нюансы, пищеварительные системы, вот они сейчас адаптируются к траве, которая выпути произрастает, вот такой пример, то есть, здесь, в чем отличие ресурсного, да, подхода, который тоже, на самом деле, является системным подходом, вот от того, что мы раньше рассматривали, отличается тем, что, значит, здесь, вот эти связи, да, в технических системах, например, в самолете, так далее, кто-то сверху назначает, тот, кто разработал, самолет его создал, да, вот, крылья надо именно сюда присоединять, они такие размеры должны быть, а вот, в природных системах, процесс как раз, то есть, появление, вот этих связей, оно тоже является, этим самым, эмерджентным свойством, да, то есть, кому интересно, можете, вот, какие-то отдельные модели, рассматривать, особенно природные, с этих, два забылных силах, как-то я тоже присутствовал, на интересной лекции, не лекции, а исследования, мы взяли, поставили лампочку, ультрафиолетовую, ну, там, в спектре есть, ультрафиолетовый цвет, над закрытой, сверху, стеклянной колбой, да, соответственно, здесь, вот, это маленькое растение, так, и, то ли бактерия, там была поселена, то ли какой-то червяк, небольшой, в общем, освещая вот эту систему, система просуществовала, там, несколько лет, такая, замкнутая система, состоящая, чисто, из двух, ну, какие-то бактерии, конечно, были, внутри еще, то есть, червяк, мог питаться этим растением, но не успевал его полностью съедать, она там отрастала, то есть, ученые любят развлекаться, тем, чтобы находить такие, вот, как можно более абстрактные конструкции, ну, ладно, в общем, примерно понятно, да, то есть, на основе вот этого системного подхода, как раз, создаются методики проектирования программного обеспечения, как выражается, то есть, каким образом можно выразить функциональные блоки, ну, если двигаться снизу вверх, да, то есть, если вот мы знаем, что такое язык программирования, то, в каждом языке есть операторы, ну, размер сложения, да, у нас есть, там, цифра 1, она собой цифру 1 представляет, их цифра 2, во взаимодействии получается их цифра 3, конечно, они 4, ну, так, не очень интересно, на самом деле, имеется ввиду, что вот операторы, там, print, если брать паскаль, там lm, и тут какая-нибудь переменная x, вот у нас есть, получается составляющая структурная, это печать, и x, ну, это не функция, ну, x выполняет функцию, хранения, некоторого, значения, да, вот, вот у нас, в программе, была, программа, которая моделировала чайник, соответственно, функциональный блок, тоже можно рисовать, который выводил информацию, вообще говоря, это интерфейс пользователя, то, что мы им тут называли, он такой, продепримитивный, ну, здесь у нас, что-то, как калкунт, 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 сюда, у нас, а, здесь еще, кстати, он дал, стрелку нарисовать, и сюда, шла задача, ну, у нас стоял, счет, из тя нулевого, при окружающей среде, и, вот, коэффициент, да, на выходе, ну, получался, самый график, в смысле, график, он здесь получался, вот такой, да, до нуля, суда, из калькулитов, вот, мы передавали, получается, структуру, не так вам не доделали, а вы должны были сами доделать, структуру, которая, как раз, вот эти моменты времени составляет, то есть массив, ну, или траектория, да, траектория, траектория, что у нас, T, T, то есть температура, ну, начиная, там, T1, до T2, так, а сюда мы еще подавали, и параметры, для нашего метода, да, дополнительная, ну, тут, тоже можно, написать, что стрелки, безфункциональный блок, это нонсенс, это вот, Epsilon, и шаг интегрирования, H, использовать, можно его, по-другому, там, например, можно в эту стрелку, его включить, как в методике, с ADT, это делается, и все, поэтому, все, выбираем, вот, примерно, получается, архитектура, архитектура, нашей программной системы, или, данная система, это, громко сказано, или программа просто, вот, да, кстати, вот, архитектура, это, тоже, отдельная тема, в проектировании, то есть, когда сложная система, проектируется, архитектура, определяет, как раз, то, как, потом, вот, процедура, реализации, этих функциональных блоков, будет, осуществляться, в данном случае, архитектура, показывает, что, наша программа, состоит, из, модулей, то есть, функциональные блоки, обычно, преобразуются, в модулей, это, модуль, там, калк, называется, это модуль out, модуль, пока, в абстрактном, таком смысле, это не часть, не кусок текста, а, по сути, пока, функциональный блок и есть, просто, модуль, это, более привычное название, именно, программирование, так вот, все модули, будут, находиться, у нас, в рамках одного текста, да, там, там, модулер, точка C, да, и, модулям, будут, соответствовать, функции, языка C, там, делали, с параметрами, а вот, с параметрами, они будут, другого вызывать, ну, стандартными, методами, и способами, там, языкопрограммирования, да, то есть, просто, пишем, вызвать метод, вызвать функцию, там, в мейне, например, функциональный блок, main, если же мы, например, на основе клиент, серверной архитектуры делали, да, она, вообще говоря, явным образом не указывает, что взаимодействие будет идти через интернет, по идее, вот это, main, это клиент, да, а вот эти вот, функции, input, модуль, так далее, это, ну, сервера, получается, блоки, которые, там, виск слово, серф, это служить, то есть, эти блоки реализуют, некоторую просьбу со стороны, то есть, она просит, например, ввести данные, потом посчитать, отобразить на экране, но, обычно, под клиент серверной архитектурой, понимается, именно, программное обеспечение, которое функционирует в рамках, ну, или, как, в модели, распределенной, то есть, внутри какой-то, локальной вычислительной сети, хотя, на самом деле, оба процесса, там, клиентский, клиентский, серверный, запускать, на одной машине, просто, в разных процессах, но, обычно, мы так и делаем, когда программу разрабатываем, у нас есть отдельный процесс, там, того же, постгресса, да, то есть, SQL, SQL базы данных, и, программы, которые этим постгрессом пользуются, то есть, не обязательно создавать, там, даже виртуальную машину, просто, в отдельном процессе, просто, но, а именно, вот именно, вот эти, архитектурные особенности, взаимодействия, они, как раз, влияют на то, как мы уже, внутри, вот эти модули, реализуем, то есть, скажем, если мы, здесь, массив, передавали бы, портоколы, http, куда-нибудь, нам нужно было сначала, здесь сделать, кодировщик, на уровне, номер шесть, да, модели, а здесь, декодировщик, ну, например, использует, xml, или там, json, джейсон, да, я вот так читаю, или, такой-то SQL, там, баз данных записали, а потом, а вот, баз данных, берет их, отображает, то есть, архитектура, она, вот эти, базовые, концептуальные, свойства, взаимодействия, должна, явным образом, показывать, уже программисты, они же, как правило, пишут собственные модули, ну, если, скажем, проект большой, то важно сделать так, что программисты, реализующие номер Calculate, можно меньше взаимодействовать с теми, кто интерфейс пишет, по сути говоря, они, вот, вот, смотреть сюда, то, что отсюда приходит, преобразовывает, то, что выходит сюда, но это в идеале, на самом деле, конечно, так не получается, потому что всегда, могут возникнуть, какие-то, внутри эмерджентные свойства, требующие, например, изменения протокола, там, влияющие, на то, как, аутку, вот, кстати, эти свойства, называется, зацепление, которое нужно, как можно сделать, как можно слабее, зацепление, зацепление, свойство, реализации, функциональных блоков, да, как, степень зависимости, реализации, одного функционального блока, от реализации, другого функционального блока, и еще второй, и вторая характеристика, это связанность, да, связанность, могу термин попутать, но суть в том, что, те функции, которые внутри функционального блока, они должны быть, как можно сильнее, друг с другом, быть связаны, вот, как раз, его нужно увеличивать, для каждого, для любого, функционального блока, вот, как раз, объектно-ориентированное программирование, оно, нацелено на то, чтобы, программисты, строили, дизайн, модулей, в данном случае, модулями, они могут выступать, классы, экземпляры, да, этих классов, то есть, чтобы все методы, они относились к одной структуре данных, не было каких-либо левых методов, которые другим структурам данных, как нас, больше структурам. И вот эту связанность нам нужно увеличить, да, вот эти два основных критерия, уменьшать зацепление, увеличивать связь, при формировании вот этих вот архитектур. вот, а дальше, я бы еще такой вопрос рассмотрел, абстрактный, вот, здесь вот, лекции, можно разветвить, по двум направлениям, пойти в абстрактную сторону, можно пойти в конкретную сторону, вот, то есть, собственно, как эти архитектуры, реализуются, в виде элементов программ, да, но я думаю, что это мы, все-таки, отдельно рассмотрим, тем более, что у меня уже есть, лекция, саду, д, и д, 0, это очень старая технология, но, 0 я пишу перечеркнутым, потому что, привычка такая, чтобы О и 0 отвечали, по-моему, 80-х или 60-х, это даже годах было разработано, то есть, это, аннотация, но, это, я, ну, это, модель, модель, или язык, синонимы, так, а саду, это методика, это методика, моделирования, с использованием, это, это, и, 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 предприятие, показывают, а еще можно механизмы, изначально, был, разработан, в, Дарпа, ну, это, американское, военное агентство, для того, чтобы, представлять сложные системы, для слушателей различных курсов, ну, например, подводников. Как, например, устроена подводная лодка. Там как раз диаграмма EDF-0 показывается. И так же EDF-0 мы можем использовать, повторяю, в дизайне программного обеспечения. Так вот, как EDF-0 использовать в дизайне, это как раз метод применения того самого метода моделирования. Мы сейчас пойдем в конкретную область, чтобы у нас времени-то 10-48. Прошло пол пары, да, получается. Значит, как, в принципе, функциональные блоки представляются? Нет, черный цвет надоел, значит, серым будет. Что такое функциональный блок? Какие бывают функциональные блоки? Или как это представляется функциональные блоки в языках программирования? Или в системах программирования? Ну вот, первый пример я показал, это оператор. У него на входе какое-то значение на выходе, или там внутри меняется значение переменного или регистра, если в Ассамблее рассматривается. Второе, это, ну, в принципе, блок кода, да? Который, по идее, синтаксически... Что-то мне это интересно относится. Блок кода. Она тоже собой оператора представляет. Ну, скажем, кигин. Коммент. Ну, и здесь вот набор операторов. Тоже функциональный блок. Вот. Но у этого блока, значит, чем он... Какие-то недостатки, особенности. Тут не всегда понятно, что у него на входе, что у него на выходе. Тут набор операторов. Есть какие-то переменные, которые были до этого кода. Здесь внутри как-то они там меняются. Что-то на выходе получается. Не очень удобно его эксплуатировать. Точнее, без них не обойдешься, потому что мы вынуждены просто какие-то циклы писать внутри этих циклов. Тобор операторов. А не один оператор. Вот. Если вы, подходим к этим блокам кода, добавите еще некоторую спецификацию. То есть спецификация, это представленная на некотором формальном языке. Явное предписание того, что должен делать какой-то функциональный блок. То у нас получится такое понятие, как функция. Или там процедура. Есть такие еще понятия, как сопроцедура. Процедура, которая параллельно выполняет другой просто. По сути говоря, появляется некоторый заголовок с параметрами. То есть у нас уже что получается? Есть например Cull, да, у нас. Cull. У нас здесь, вносит, вот напишем. Cull. 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 В этом, по мере, вспоминания, да. Там, чайник, kettle и так далее. И тут мы явным образом видим, что у нас на входе, что у нас на выходе. по крайней мере в типах данных. Вообще говоря, пишут комментарии со звездой, данная функция занимается тем, что параметры такие-то. Есть даже специальные обработчики таких конструкций, все они по формальности записаны, и из них формируется как раз документация. Иногда, кстати, они идут перед функцией самой. Я и программировал в IDEA, там автомат создает определенных настройках. Четвертый вид функциональных блоков. А, ну да, функции вызывают функции, тем образом мы уже взаимодействие можем организовывать. Здесь вот блоки кода, взаимодействие как можно сделать? Ну, только вкладывать один блок кода в другой, либо друг за другом выстраивать. В этом смысле они вообще ущербны. Меня всегда коробит, когда я вижу студент четвертого курса, его программа представляет собой, там, какой-нибудь мейн, такой длинный, здесь кусок без использования функции, а здесь вот пошли всякие копипасты еще, скопированный код. Здесь где-то ошибку сделал, потом она копируется. Я вообще постоянно пытаюсь заставлять себя полностью вот эти входы переписывать, даже похоже, для того, чтобы именно, вместо того, чтобы переписывать, все-таки оформлять их в любые процедуры и выносить там в отдельную конструкцию. Четвертое, пока мы берем языки, там, без объектно-ориентированных пока, всяких обширений. Четвертое, функциональным блоком является кусок кода просто. Ну, или файл, да? Вот здесь примитивное деление на модули. Вот, кстати, вот уже вот эти файлы, да, то есть файлы с некоторым описанием того, что там внутри находится, да, вот это называется модуль. Но, в принципе, и функции тоже можно модулями называть, правда, то есть, называть-то можно, но поймут вас или нет, в каждом конкретном случае это уже отдельно. То есть, в одном отдельном файле номер .c лежит, например, Calculate, причем он абстрактный достаточно, то есть на входе, например, указатель на структуру представляющей собой задачи каши, на выходе, там, указатель на структуру, которая будет, в которой будет помещен, например, коллекция уже значение температуры в каждый момент времени. И, в принципе, этим можно ограничиться, вот, но для того, чтобы потом собирать из отдельных кусков программу, да, из отдельных ксишных кусков программу удобно использовать заголовочные файлы . Хотя, конечно, модульная система в языке СИ, она неудобная по определению, но у меня там есть некоторые преимущества, так как язык СИОН, хотя и является языком высокого уровня, он предназначен, вообще говоря, для системного программирования, то есть, целями на порождение высокоэффективного кода, выполняющего вся, именно в рамках конкретной операционной системы с конкретными свойствами, даже на конкретном процессоре. Вот, поэтому, вот, модульная система СИ, это некий баланс между удобством использования и все-таки системностью языка программирования. Кому не нравится, вы можете всегда перейти на язык, который называется. Фактически, это такой СИ-подобный DELFI, то есть, там есть тоже секции типа интерфейс, то есть, там нормальная система модулей, я ввели все шахты, но при этом он конкретно компилируемый, хотя у него тоже есть виртуальная машина, это для оплатки удобно. Ну, короче говоря, вот у нас, мы, например, у нас есть желание сделать такую библиотеку, ну, или модуль, да, который можно повторно использовать в разных проектах, то есть, не только чайники там модулировать, ну, там полет спутника можно на нем реализовывать, то есть, если уже на входе у нас не конкретный, а директор функций, в том числе. Вот. То есть, деление на модули позволяет нам использовать эту и ту же процедуру в разных проектах. Раньше этого мы не могли сделать, нам тогда нужно было бы копировать. У нас есть один крутой доктор-ноу, который оптимизацией занимается. Вот у него несколько тысяч разных задач нарешал, и вот для каждой задачи он отдельно копировал. То есть, у него, я не говорю, что там это плохо, но у него такой стиль работает. То есть, у него среда программирования состоит из, там, какой-то очередной версии компилятора, он, по-моему, Борланд использовал. ПЦ, да. И, значит, вот эти все, все, что он написал там, вот это его библиотеки, они даже там на модули там делились. Ну, ему было лень из этого всего как бы их упорядочить и разбивать на отдельные какие-то функциональные блоки. Ну, в смысле, набор вот этих модулей, имеющих тип общей функции. И он просто брал эту среду в виде просто директории, копировал и создавал новый проект. И таких у него, в общем, там, несколько сотен мы нашли. Да, у меня просто один из моих студентов с ним работает. Я говорю, так ты бы написал программу, которая бы анализировала изменения, которые были внесены. И пусть она сама все в этом понартилировала. Ну, довольно интересная задача. Четвертый, пятый. Вот эти C-шные файлы в скомпилированном виде, они у нас .o называют, можно, то есть, там, скажем, файл 1.o, файл 2.o и так далее. Мы их можем оформлять в файлы .a. Ну, я беру Unix. В бинде там, соответственно, это получается, это будет .obj, да, и библиотека будет lib. У них форматы, на самом деле, практически, ну, то есть, они не одинаковые, но так исторически сложилось, что в Windows, как обычно, берется некоторая существующая технология и адаптируется так, чтобы она была немножко не похожа. Если посмотреть .a и .lib, очень-очень похожи, но немножко разные форматы. Вот. Здесь в чем суть? И положим, вот у вас есть файл C, который, там, .o, да, скомпилирован. Потом вы написали с тем же самым интерфейсом, как у Calca, да, вот это все совпадает, кроме названия и вот это. Ну, а еще и Rungi Kutta. .o. По сути говоря, это два, получается, две программы, которые решают одну и ту же задачу, но разным методом. Их можно было тоже, так сказать, объединить в один функциональный блок, теоретический. Вот отсюда как раз появляется в самой библиотеке. Ну, обычно библиотеку строят не по функциям, да, содержащимся, а именно по пакетам. . Да, кстати, пятый. Не знаю, на каком уровне этого написать. Ну, эти шесть напишем. Пусть еще там, 5.1, библиотеку. Пакеты. Пакеты, это набор библиотек. Ну, как правило, вообще говоря, это всего одна библиотека. В ней содержатся все файлы, относящиеся к этому пакету. Там близко как package. Если у нас и шартные программируете, то вот эту, что-то, Nouget, например, как раз в пакетном менеджере. В Java, там, Mavin, да, есть, Dreadl и подобные. В JavaScript, ну, там, неплохо, так знаю. В JavaScript. Есть сейчас везде практически. Ну, там, PIP, например, в Python, да, пакетный менеджер. Там, правда, пакетов не только вот эти библиотеки находятся. Там еще какие-то данные, тестовые, ну, в общем, некоторая такая законченная конструкция. Вот ее грузишь, и можно за пять минут запустить пример какими-то уже реальными данными. Значит, точка A и точка Lib в идеале это статические библиотеки. Статические библиотеки. Есть еще динамические библиотеки. .so, а здесь она называется .dl. .dl .dynamically linked library. Правда, для каждого библиотеки есть соответствующий статический лип, но он содержит... то есть в этом либе, вот именно в этом либе находятся все вот эти объектные файлы. А вот dvl со своим-либом обязанностями распределяются здесь. Здесь у нас эти .o, но они не просто там общие, они там не просто как файлы лежат, они еще друг с другом по возможности уже связаны. То есть, если одна функция одного файла общий ссылается на какую-то другую функцию другого файла, то вот эти связи, они уже статически там проработаны. Остаются только динамические связи внешние. Вот, а в этом либе как раз находится информация об этих вот внешних связях. То есть, вот этот либ и вот этот либ Windows они отличаются. Зачем нужны динамические библиотеки? Ну, вдруг вы не знаете, да? Вот, скажем, Windows. Вот есть два приложения. там один. И оно работает с постгрессом. Ну, не знаю. Подвели либ напишем. Библиотека, да? Это который .lib. Ну, это образно. На самом деле его там нету. нового. То есть, вот изнутри приложения, через вот это вот, через вот то, что вот здесь вот записано, да? Через спецификации, как он так говорит. Взаимодействие с идет сервер. И здесь тот же самый подвели. Кстати, вот для баз данных это, конечно, актуально, но не так актуально, как, например, с такими элементами пользовательских интерпейсов. Вы запустили два конных приложения, то вот, например, отрисовка окна, кнопки вот эти все, да? По сути, говоря, на это одни и те же функции. То есть, мы можем вот так вот организовать, да? Вот она взаимодействует. А можем по-другому организовать. То есть, берем вот эту штуку, вот эту штуку. Из А1, тогда 2, да? Выносим. То есть, сейчас я все другим цветом нарисую. Вот он Погилиб. Вот. То есть, он, как бы, по отдельности получает, сам посерк существует. Но, на самом деле, является частью как этого процесса, так и вот этого процесса. Получается. Ну, там, за счет разделения, то есть, при взаимодействии 1 с Погилибом могут возникать какие-то объекты, там, экземпляры классов, там, еще чего-то. Так вот, для А1 и А2 они просто разные. Специальным образом менеджмент памяти осуществляется. И он уже взаимодействует вот с этим сервером. При этом достигается что? При этом достигается экономия памяти. То есть, там не нужно дублировать функции здесь и здесь. Мы просто их реализовали здесь. Ну, вот, при условии того, что мы должны разделять и уметь объекты. Но обычно, это в общем случае, обычно эти объекты создаются вот в адресном пространстве, соответственно, А2 и А1. Именно самого процесса. Здесь просто лежат функции преобразования. Самых экземпляров. То есть, на вход подаем. Преобразовали. То есть, на выход он функция выдает. И ничего внутри вот этого кто-либо не запоминает. Понятно, да? То есть, когда, видите, архитектура поменялась, и появились новые требования к системе, к реализации. Значит, этим мы достигаем экономию памяти. То есть, получается хорошая экономия памяти. Но при этом усложняется процесс загрузки такой системы в оперативный парт. Так, ну ладно, значит, мы разобрались. Пакеты. Что там еще может быть выше уровнем? А, выше уровнем еще есть. Это, если функциональные блоки системы. Вспомним, да? Тут клиент-серверную архитектуру. Вот она. То есть, появляется потребность в агрегации ресурсов. Наша машина там не справляется. То есть, не хватает ресурсов, например. Либо есть какой-то левый ресурс. Мы хотим его использовать. Мы можем, конечно, себе скопировать. Здесь его использовать. Ну, в котором связать сайт, скопировать его смотреть. Ну, это не очень удобно, потому что сайт он тоже динамически. В общем, есть некоторая потребность в создании распределенных вычислительных систем. То есть, распределенная вычислительная система. И вот здесь функциональным блоком является вообще работающий процесс. Ну, в короче говоря, сервер даже. Где тут наш список? Что это получается? Ну, серверные компоненты. Ну, клиентские тоже компоненты. Не просто компоненты. Вот компоненты. Видите, возникли, да? Новый фирмен. Вот с той лекции по парадигмам программирования. Я говорил о том, что компоненты отличаются от того же пакета, от функций, в общем, от других видов функциональных блоков. Тем, что у него этот компонент. Явным образом, есть представленный интерфейс. Это, собственно, его спецификация того, что эти компоненты делают. Эта спецификация доступна во время исполнения программы. Она также доступна во время компиляции программы, как от страны в .NET, да? В .NET, эта спецификация как раз присвязывается, используется. С формированием уже готового программного кода. Ну, он такой менее динамичный, чем, например, .com+, .xpecom, который я забыл сказать, .xpecom. Вот это технология Mozilla. .xpecom. Я бы не сказал, что компоненты это какая-то наивысшая степень интеграции и спецификации, может что-то существует, но из того, что я знаю, да, это вот, наверное, самая несовершенная, что ли, а доведенная до совершенства конструкция. Вот еще как можно функциональные блоки представлять, но если мы берем объектно-ориентированные языки, то в принципе вот класс, класс именно как описание, как шаблон вот этих генерирующих экземпляров, можно понимать, функциональный блок, представляющий собой код программы, а вот экземпляры, экземпляры класса, да, класс, это уже функциональные блоки работающего приложения. Тоже вот можно определенным образом на это смотреть. И вот когда у меня диплом будете писать, предположим, у вас там какая-то будет объектная иерархия, вы можете объектную иерархию представить там в виде иерархии. Объект второй там, объект третьего, скажем, текст него и в какой-то раз там написали. Тут можно методы написать, здесь какие-то методы, которые были изменены. Потом там текст написать, почему такая иерархия, почему такие методы и почему такие параметры. Ну короче, да, написать документацию по спецификации объектной иерархии. Вот, ну, так вот, если посмотреть, это, наверное, все. Может, конечно, что-то я забыл, но вроде нет. То есть, ну, так резюмируя, получается, лекцию, что основная задача программиста, это правильно как раз использовать системный подход в реализации программного обеспечения. Есть куча таких правил и рекомендаций. В одной из них я уже рассказывал, что когда вы реализуете функцию, то следует реализовать наиболее абстрактный вариант этой функции. Для того, чтобы функцию можно было бы использовать не только в вашем код, но и в том-то другом. Вот, кстати, вот задача инженера системотехника, специально немножко рассмотрели. Заключает в том, что обычно заказчик ставит задачу и хочет, чтобы вы стрелку вот эту сделали. Здесь решение полночное. Ну, инженера системотехника у нас человек непростой. Он занимается тем, что сначала пытается абстрагировать задачу, построить более абстрактную задачу или общая задача. Ну, то есть можно тут задавать вопрос, а что если у нас какие-то данные, еще такие-то данные, еще такие-то данные. Ну, тут предполагаешь, что тут есть общее решение, общее решение, частным вариантом, который является требованием. Ну, и, соответственно, он занимается тем, что вот эту стрелку реализует. А эта стрелка становится виртуальной. Иногда оказывается, что вот такой вариант, я бы сказал, не иногда, а практически всегда. То есть при абстрагировании задачи и при упрощении решение получается проще, чем вот это, как ни странно. Мы решили более общую задачу, но при этом потратили их сил меньше. Ну, вот такой типичный пример, это задача в восьми ферзях, да? Восьми ферзей, то есть здесь поле шахматная доска. Разве не буду все рисовать восемь, да? Здесь у нас восемь, ну здесь восемь. Надо ферзей расставить таким образом, чтобы они друг друга не бежали и так далее. Так вот, задачу восьми ферзях, сначала сводим задачу n ферзей, рекурсивно ее решаем. Ну, то есть, сначала расставим, ну самый тупый способ, да, такой переборный. Расставить сначала n-1 в ферзе, потом поставить n ферзя так, чтобы ни один из n-1 не бил этого самого ферзя. Задача упрощается и мы ее решаем. В частном случае мы к нам подаем в качестве параметра цифру восемь. У меня была однажды такая комическая ситуация, когда в политике учился еще. У нас был какой-то курс по анализу алгоритмов. Вел тортышный, ну, преподаватель, да, институт системы на 10. Давно что-то его не надо. Я, это был, что-то, курс четвертый из пяти. Я тогда уже зазнал, что это отличник и так далее. В общем, забыл я взять у него задание. Но так как я знал, что он из Нашинских, ну типа из Академы, то, скорее всего, кто-нибудь ушами бы прошел. В общем, я написал программу, которая решает все задачи из списка задач. Задачи отличались тем, что просто был задан алгоритм, тут блок-схема была нарисована, да, общего вида. И для этой блок-схемы варианты как раз различались только параметрами некоторых блоков. Ну там, оператор менялся или еще что-то. Я написал программу на этом уровне, которая решает все эти задачи. То есть просто есть общий алгоритм, есть таблица входных параметров. И единственным входным параметром в программу был номер варианта. Ну, когда я сдаю, я говорю, что я вот, извините, забыл взять, но у нас номер варианта в этом варианте сделал все варианты. Ну, он показал программу, говорит, ух, как классно! Теперь, говорит, буду всех остальных по твоей программе просто проверять себя. Поэтому всегда, когда вам кто-то ставит задачу, вы должны обязательно посмотреть, а есть ли какие-нибудь варианты задачи более абстрактные, чем то, что вам предлагают. Ну, во-первых, это интереснее всегда, и когда решаешь более абстрактные задачи, то есть чувство, что они нереально крутые решения. Ну, эту теоретическую часть я закончил. Поверяю, я буду ставить проект, или вставить проект. Еще гемо-программа А, вот мы И Алексей Красавец Так, значит ладно Я тут ничего дописывать не буду, да Предположим у нас совершенная программа Понятно, что здесь вот Я вообще этот блок закомментировал Иначе вообще ничего посчитать не сможем Либо DeltaT надо оставить на секунду А это резко уменьшает Как скажем наш Точность вычисления Мы Депселон вряд ли доберемся Будем так туда-сюда Будем так туда-сюда Хватит три пата Значит Мы сохраним Main.c Создадим Я просто копирую файл Буду выкидывать лишнее Main.c Мы здесь выкидываем То, что не относится К Так, где наша функция Function О, можно по строчкам посмотреть Окей, это что такое Константа Константа Которая означает, что функция Правильно Это в библиотеке Значит, мы его выкидываем То же самое Окей Это нам надо Это наше Это наша Структура Значит, тут вопрос такой Получается Если мы создаем Daler.c Для чайников непосредственно То мы туда его добавляем Если же Эта структура Скажем Наша Эйлер Умеет Эти структуры Обрабатывать На абстрактном уровне То Мы должны У себя его оставить Простой вариант Возьмем Предположим У нас эйлер Только для чайников Или Для Природных процессов Похожих на чайников Так Мы туда Отсюда тоже Удаляем Функция Значит, ее Сигнатура Ну, то есть Это спецификация Ну, то, как она написана Она тоже не меняется Да? В соответствии с тем Допущением Выше Сделали Ну, тогда вот это Все тоже не нужно Так Вот опять вопрос Это наш Чайник Или Чайник Который Общий Смотрим Что у нас тут Это X, Y Это Это Вообще В Википедии Да, у нас эти термины Присутствовали Это Y Зависит от X А это Собственно Структура Соответствующая Чайник Ну, то смотрите Даже Хотя Можно и так И так Если бы мы сами Эту функцию Пишем Ладно Если мы с чайниками Занимаемся Пусть это будет Тоже Calc Тоже Удаляем А вот Траектории Вот Тут Вопрос Опять же К чайникам это Относится Скорее всего Нет К моделированию Чайника Тут Наша Так сказать Потребность В том Как мы Вводим информацию Да и кстати Вводим тоже Надо Надо вернуть Им тут Обратно Где она стоит Сейчас Дископирую Так Не получится Так Назваемый KillBuffer В библиотеке В общем то Все равно Каким образом Мы эти данные Вводим Потому что Траджик Внутри Calc не используется То есть Они не зацеплены Ну все То есть Это наше Все остальное Библиотечное Ну и Мейн соответственно Тоже Здесь конкретную Задачу Ставим Выпускаем Все Вечером Так Так Возвращаемся в Calc Теперь Выкину из памяти Да Не Талка Эти Да Вот Эти Include Они Тоже М Аллог Здесь Нам Нужен Да Вот Мы Выделяем Соответственно Здесь Он нам Не нужен Как Закомментируем Потому что В принципе Мы можем Если места не хватает Я Как раз Стрелку вверх Обобщаем Задачу То Мы можем Этот Вообще Говоря Игрик Удлинять Ассерт Вот У нас Здесь Ассерт Используется А Это же У них Calc И Мейн Это Остается И Еще Нужно Попад Где У нас Ну Виде Проблема В дизайне Образовалась По идее Need Project Это Функция Которая Создает Объекты В данном случае По структуру данных Траджект Т А где У нас Задаются Входные Параметры А Вот он Подешев Поперепутался Позор На Моисе Головую Что Параметры Я Смотрите Кстати Этот Инит Project Don't Project Они Зацеплены друг с другом Получается Вот Через эту Структуру Игрик вот и поэтому они как бы собой но такую часть отдельную до представляет отдельных национальный блок управление памятью по факту конструктор это деструктор я сейчас по этапам буду делать вот и разбил на два модуля . h файла у меня еще нету а вот на экране здесь да такси флакс так вот нам теперь он сердце сделать и берси . мэйнси теперь у нас получается что чтобы собрать наш файл нам нужно уже оба этих файлов до пищи сорта на самом деле можно по другому написать более прикольно взять то что с этой стороны находится одно и то что справа вот этот элер можно взять пользу вот эту переменную, коммерческая при которой ухо, она, видите, похожа на цель, набор концентрических трудностей, с крестиком посередине. Мейктау удобная штука. Так, C-Flex, набор этих всего. Пойди еще. Липс, наверное, написать. Библиотеки. ЛМ. Библиотеки математики. В ГЦЦ он, как бы, умеет самораспознавать. Некоторые библиотеки в ГЦЦ. Ну, лучше писать. Shell и не задать. Пусть я вводим на Shell. Здесь. Мейн. Мейн. И тут у нас появились ошибки. Включите, да. Это для чего он у нас снова включится? Эйлер, да? Странно. Я почему раньше это пробовал? Мейн пишет предупреждение. Неявная декларация функции free. А, ну это опять умолокка. Ты дал 10, а ты умолокка должен, да? И, в принципе, даже оцепт не нужно, что мы тут там ничего не проверяем. А, нет, есть один. Хорошо, нормально. О, я встал, видите, звездочка. О, определенная ссылка на Мейн. Это интересно, почему там у нас так. Си-си, по-другому. А! Значит, переменную я не знаю. А, все, я понял. Ну, хорошо, буду знать. Тут, впрочем, по одной перебирает просто. Ну, есть варианты правил, где, например, точка сив, точка ов, преобразуется сюда. Смотри, 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 смотри. Ну, и тут, вроде, понятнее даже. Видите, вот тут, вот она, компилирующая строка у нас. Здесь только эйлер точка сив. А вот загрузчику, ну, когда формируется exe-файл, нет, не помню, я вам читал, нет, не читал. А, нет, я на системах реального времени не знаю, что я конкурс. Короче, файл, этот exe-файл, да, как это называют. Ну, давайте запускаем файл. Помимо вот этого Мейна, вот этих функций, он еще содержит в себе тоже, все рода bootstrapper, точку входа, вот, программа начинает выполнять все эти точки входа, и потом вот эта вот программа, она уже вызывает main. То есть, это ссылка внешне на main. Откуда это наберется? А, так как она не находит в виде скомпилированных сивных файлов, ну, это, грубо говоря, на самом деле заметательно. То есть, точка of.fail. То, пишешь туда, я бы найти не могу. Make. А, ну, теперь мы добавили новый файл, и тут новая ошибка. Известное имя типа. Вот тут получается, что мы можем взять эту штуку, скопировать в main. Но при этом потом мы будем вынуждены вносить модификации туда и туда. И вот тут как раз появляется уже насущная необходимость создать этот самый заголовочный файл. Назовем его по названию библиотеки, да? eller.h И вот сюда как раз общую часть можно поместить. Ну, так как все это система примитивная, достаточно, да? Модульная. Тут надо кое-какие еще танцы с губном небольшие сделать. Нет, на самом деле понятно, что это такое. Надо, чтобы заголовочный файл включался. То есть, суть модульной, суть компилирования языки C заключается в том, что вот этот кекс просто добавляется сюда вот, ну, по мере загрузки этой системной программы компиляторов. Вот, если мы два раза загрузим, например, вот, напишем два раза вот type-dev-struct, то это будет ошибка. То есть, переопределение структуры. Известно, если мы вдруг каким-то образом там умудримся с таким различным перекрестным включением различных заголовочных файлов в разных элементах пакета, мы можем сделать так, что одна и та же структура, если там специальных мер не предпринять, то она в два раза будет включена. Вот мы здесь такой define сейчас поставим. Если def, мы обычно делаем так, два почерка, потом название файла, в общем, буквы C, там без точки. Здесь сразу пишем n-dev, ставим комментарий и копируем эти переменные, потому что он будет очень-очень далеко внизу и уже будет с трудом понятно, что мы там включали. И теперь нам нужно сюда, с файла. Так, это относится... Это пользователь может анализировать, может. Использует вся программу, да. В библиотеке тоже относится, поэтому мы сюда включаем. Так, это к main относится, и это тоже к main относится. Так, теперь вот это удаляем. Берем вот эту функцию еще. Все декларации, по сути говоря, мы помещаем в заголовочных файлах. И еще плюс те декларации всех функций. Я вот сейчас накопирую. Это была уже декларация. Все. То есть, все функции глобальные. А, еще забыл в личном сайте. Вот здесь, define. LRC, да. Вот теперь да, он в разы не будет включен. То есть, если undefined, то включить этот текст. В этом текле написано определить LRC. Ну, то есть, он теперь будет определенным. Если этот раз, куда вдруг включается этот текст, вот этот уже ifndef, n это not, да. Он будет ложным, и текст не будет включен. Языки D, кстати, от этих штук избавились. Ну, там потому что нормальная система. Так, и нам теперь нужно makefile немножко модифицировать. Надо ему сказать, что в программе Эллер зависит теперь не только от текста этих штук модулей, но еще и заголовочного файла. Тут файл с это отдельно. Это обычно много, поэтому буклес всегда пишут. Эллер H. То есть, здесь мы эту зависимость напишем, но она не используется явным образом вот в самом строчке компилятора. Вот, что-то много ошибок. Ну, это хорошо. А, стоп, я же забыл еще сам по файлу использую. То есть, вы и здесь надо, и здесь надо. Ну, хотя бы, потому что, видимо, тут кетполка используется. А здесь траджектеры, да. А они у нас в ваш файле валяются. Вот, а вот. Тебе, по-моему, здесь не нужен. Если мы снять некую кладочку информацию не выдаем. Ну, на самом деле, можно включить и просто не будет использоваться. О, видите, трсайз. Первый, какая у нас дизайн проблема, да, получилась. И как вот этот трсайз передать при этом, чтобы не было лишних параметров, не относящихся вообще говоря, калку вот этому. Ну, самый простой способ его добавить вот сюда немножко видоизменить структуру данных. То есть size.t это текущая, да. Можно еще добавить size.t size.t max.lenn написать документацию, что пользователь обязан, туда-сего. Теперь мы можем ее здесь использовать. max.lenn Видите, тут интерфейс-то не меняется, да, это очень хорошо. Поменять структуру данных не может. И вот здесь мы должны вне траектории. А, ну и вот, самым параметр. И даже, у нас даже main не поменялся. Это тоже хорошо. max.lenn Вот вроде маленькая программа. Можно накосячить. Все, видите, заработал. То есть из разных двух модулей составляем загрузочный модуль. Видите, опять slow-module, да, включенку Taylor как загрузочная программа, да. Ну, это модуль получается операционной системой. То есть мы там приложили. Но, с другой стороны, под загрузочным модулем именно подразумевается некоторый формат файла, который можно запустить. Ну, если вопросов нет, то тогда до свидания. Спасибо за внимание. Удачи всем.